Сегодня доллар подорожал на бирже сразу на 4 тенге. В обменных пунктах его продают по 477. С начала года курс национальной валюты показывал непредсказуемые виражи. Но что же будет осенью? Стоит ли нам ждать удорожание американской валюты? И как следствие роста инфляции? Мнение экспертов выслушал Елеман Раимбеков. Курс сенге зависит от многих показателей. Это нефть, раз. Во-вторых, экономическая политика правительства, два. И в-третьих, наверное, состояние, возможность в Казахстане экспортировать нефть. Скорее всего, нефть будет на высоких показателях. Держаться там точно выше 90 долларов за баррель. Это раз. Курс сенге должен быть более или менее стабильным. Рост Китая сильно замедлился. Поэтому ФРС будет дальше ужесточать денежно-кредитную политику. Соответственно, доллар будет ко всем валютам укрепляться. Продолжать укрепление. С другой стороны, если мы разговариваем о курсе рубля к доллару, дальше возникнет интересная ситуация. Во-первых, я думаю, что, продолжая тему, осенью станет понятен, что будет рецессия. В очередной раз будет, наверное, глобальный пересмотр прогнозов и так далее. Все это приведет к тому, что цены на нефть упадут. Осенью обычно у нас исторически инфляция снижается. Потому что у нас есть урожай, свои продукты, из Узбекистана продукты, из Таджикистана, из Кыргызстана. Поэтому более-менее у нас осенью будет инфляция успокоиться. Я ожидаю. Потом зимой, уже ближе к концу зимы, будет ускоряться. Это исторически всегда так. Я надеюсь, честно говоря, на годовую мы выйдем 12,5-13. Та история о том, как у нас бегают по базарам или пытаются регулировать госрегулирование, по сахару вводить, по дизелю и так далее. Это временная штука, которая не влияет на инфляцию. То есть все это будет дорожать. Да, вы удержите дизель, да, вы удержите сахар, но будет дорожать все. Потому что это результат внутренних перекосов. Продолжение следует...